Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Всем доброе утро! Шалом! Бонжур! Хелло! Значит, мы продолжаем изучать притчи царя Соломона Мишли. И сегодня у нас будет занятие для поднятия души Сасун Бен Нисан и Ливга Бат Малка. Сасун Бен Нисан и Ливга Бат Малка, это чтобы их души были связаны с Рурот Бен Нишамот Ахаим, чтобы они были там в раю, это их потомки просят, чтобы вот мы учили Тору, который их там поднимет. Это очень хорошая, кстати, практика, помнить о своих умерших дедушках, бабушках, не дай Бог, там родителях и так далее. И делать в память, в честь их памяти, добрые дела учить Тору, выполнять заповеди. Это очень сильно помогает их душам там наверху, прям очень сильно помогает. Хорошо. А мы продолжаем изучать пятнадцатую главу. Значит, мы остановились на прошлом уроке о том, что Марпелла Шон Эцхаим, что мягкий язык, исцеляющий язык, это древо жизни. А когда ты язык свой искривляешь, это ломает дух. Это мы на этом остановились. И действительно, человек с помощью своих внутренних разговоров может полностью сломать себя, завести себя в депрессию, в паранойю, в там куда угодно. Сейчас есть целое направление психологии, называется когнитивная психология, когда психолог, он беседует с пациентом, и он ему помогает найти новые смыслы, найти новые объяснения своей ситуации. Да, есть известная история, как один человек, он был в жуткой депрессии. В жуткой депрессии, и психолог его... А, и он встретил друга. И друг его спрашивает, слушай, а что ты такой депрессивный? Говорит, ты не понимаешь, у меня в жизни все черная полоса, одни неприятности, это тише просто. А что дальше будет? А кризис, коронавирус, корона, там мир захватывают инопланетяне. Знаете, когда человек в депрессии, он может уже париться, он может переживать, знаете, когда паранойя, из-за зеленых человечков, из-за коронавируса, из-за спид, из-за глобальное потепление, глобальное похолодание одновременно. И, в общем, этот как раз был в таком состоянии. И он этому... А тот его спрашивает, а фактически что у тебя в жизни, ну вот, плохого? Он говорит, ну фактически это у меня ничего плохого нет, да, вот если взять по факту, да. Но, говорит, из-за всех вот этих вот моих переживаний мысленных, да, из-за того, что я так всего боюсь и волнуюсь и переживаю, у меня начался инурез. Инурез это я по ночам писаюсь. Тот ему говорит, друг, да, ну ты себя довел до истерики, до такого состояния. Я тебе дам адрес хорошего психолога, он тебе сейчас поможет. И дал ему адрес психолога. Значит, поговорили они с психологом, через какое-то время встречаются они на улице. И тот, у которого была депрессия, он идет, просто сияет, вообще просто летит над землей. Тот его спрашивает, ну как, психолог помог? Он говорит, ты не представляешь, психолог вообще, он мне просто показал, насколько я сам себя накручивал, сам себе выдумывал, насколько вся эта пресса, с которой я брал эти все новости депрессивные, насколько это все обман и провокация, и я вижу теперь, как просто это все накрученная паника, и весь этот коронавирус закончился, и все, говорит, я спасибо тебе за этого психолога. Он мне просто объяснил, что такое позитивные интерпретации, и я теперь вообще ничего не боюсь, ничего не волнуюсь. Тот говорит, ну видишь, а фактически-то что у тебя? Фактически как? Вот помнишь, ты говорил, у тебя там НРС был? Он говорит, да, НРС был и есть, и будет даже. Он говорит, в смысле, говорит, ну, а что ты такой радостный? Он говорит, теперь я этим горжусь. Теперь я этим горжусь. То есть ко всему можно относиться по-разному. И это то, что нам говорил в четвертом отрывке царь Соломон, 15 главы, что исцеляющий язык древа жизни, а искривляющий язык, он ломает дух. Он может просто человеку вызвать, есть приобретенная беспомощность. Когда человек говорит, я ничего не могу, я ничего не смогу, я ничего не мог, и вообще я не я. Понятно, да? Хорошо. Теперь дальше. А еще просто вспомнить третий отрывок прошлого, на прошлом уроке мы учили. А что бы ты ни думал, Бог тебя просвечивает. Как написано, беколь макома и неяшем, сафотра им витавим. А Бог, он просто твоим мыслям, твоим ожиданиям, твоим целям, он дает просто силу. То есть Бог, он внутри, и он как бы дает силу. Думаешь, что будет плохо? На тебе. Думаешь, что будет хорошо? На тебе. Думаешь, что так надо поступить? Попробуй поступи, посмотрим, что будет. И Бог, он как бы просвечивает любой выбор человека, он ему дает силу. Так, хорошо. Теперь мы сегодня дошли к пятый отрывок. Пятый отрывок звучит так. Эвиль и нац мусар авив. Значит, Эвиль это грешник-скептик. Он и нац, он как бы презирает. Мусар авив, это наставление отца своего. Грешник-скептик презирает наставление отца своего. Вэшумэр то хахат яарим. А тот, кто сохраняет поучение, то хаха это поучение, он становится умным. Значит, давайте разберемся, еще раз напомним себе терминологию. Значит, есть два вида грешников. Первый вид грешников называется грешник Ивэль. То, что здесь написано, Эвиль, Эвиль. Значит, грешник Эвиль это грешник-скептик. Он стептик и, есть слово стептик, циник. Стептик-циник такой, да? Он высмеивает идеи, которые о Боге, о Торе, о добре, о зле. Он такой говорит, а кто сказал, откуда известно, а может так, а может не так. То есть, он интеллектуально, он не верит в Бога. И его метод рассуждений на тему божественного, он называется стептицизм. И поэтому он, естественно, зачем ему соблюдать, если он стептик. И он даже себя не считает грешником, потому что он себя считает праведником, а он же сам устанавливает правила. Это называется грешник-стептик. Второй тип грешника называется грешник-ксиль. Ксиль это тот, у кого его вожделение, его хочу. Грешник по вожделению сильнее, чем его разум. То есть, он, например, вот грешник, этот ксиль, он знает, что утром надо рано вставать и говорит, что мой Исраэль. Но он хочет поспать. И он себе такое говорит, а Бог простит. Значит, он знает, что надо учить Тору, но он хочет смотреть, например, там вместо Торы что-то другое. Он тоже говорит, ну Бог меня простит. То есть, он грешник, он грешит, он не выполняет заповеди, но он при этом верующий, верит в Бога. И, ну, с моей точки зрения, что вот этот грешник по вожделению намного более предпочтителен, чем грешник-стептик. Потому что он хотя бы понимает, что он грешит, но он просто не может с собой справиться. Если бы Бог убрал его животное начало, вот этот Ецерара, то он бы, естественно, все бы соблюдал. Ну, хорошо, теперь о чем говорит нам пятый отрывок? А, как Бог взаимодействует с людьми? Бог взаимодействует с людьми через поучение. Вот то, что мы сейчас изучаем, это поучение. Это то-ха-ха. На иврите то-ха-ха. Это в Торе через Машерабейну, через пророков, через царя Соломона, царя Давида. Бог обращается к каждому из нас и говорит, люди, отдумайтесь, делайте добро, не делайте зло, ведите себя хорошо и будет все хорошо. Это называется поучение. Теперь есть второй способ разговора, называется мусар. Мусар, это переводят нравственность, но это такое наставление от слова страдания. Мусар, это Бог говорит, надо вести себя так, но если ты не будешь вести себя так, как надо, будет очень плохо. И идет перечисление, насколько плохо будет. И в жизни у человека приходят страдания. Вот как раз мы сегодня говорили после молитвы, есть Псалом на четвертый день недели, в котором говорится, что счастлив человек, которому Бог дает страдания, и с торой своей он его потом обучает. То есть это называется мусар, когда есть или страдания фактически, или страдания, когда человек пугается эмоционально. Теперь здесь нам говорится так, что стептик, он презирает вот этот мусар Авив, он презирает вот это наставление через страдания своего папы. И здесь метафора идет Бога. То есть, например, стептик напился и пошел ночью гулять. Значит, пошел он ночью гулять, и его ночью побили, и все у него забрали. Значит, у него есть два варианта. Он может сказать, то, что я делал, это неправильно, и Бог, он меня предупредил. И я, значит, понимаю, что это мне страдания за то, что я вел себя неправильно, и я больше так не буду себя вести. Или он может сказать, да это случайность. Это вообще случайность. Это вообще не обо мне. Это какие-то дураки. Это все виноват там Зеленский, Нитанияу и Трамп. И это виноваты инопланетяне. То есть, грешник-стептик, он придумает любое объяснение, лишь бы не сказать, что это все для меня, и это меня чему-то научит. Теперь, вот этот вот грешник-стептик, он презирает наставление отца, и его невозможно. У тебя сколько пытался пугать этих грешников-стептиков, они не верят. Я их пугал, они не верят. Они говорят, а кто сказал, что так будет? А может и не будет. А кто сказал, что от курения умирают? Да, оно почти написано. Но я много людей знал, которые курили и не умерли, а много знал людей, которые не курили и умерли. То есть, грешник-стептик, он, его когда пугаешь, он найдет миллион объяснений и не испугается. У него хорошо работает голова. Теперь вот этот ксиль, грешник по вожделению, у него, наоборот, эмоции сильные. Он такой эмоциональный, хочу, прям хочу, не могу, все, я не могу, у него вот эти все слова. Теперь такого можно испугать. Такого можно испугать. Теперь, поэтому, здесь нам царь Сламон дает как бы схему. Грешник-стептик, он мусар, вот эти страдания, которые ему дает отец, он их отталкивает. Ушумер-то хахат-яарим. А тот, кто сохраняет поучение, он становится умным. Но, грешник же-стептик, если с ним говорить, не пугать его, а просто объяснять. Причем, интересно, объяснять надо даже не ему, чтобы он не спорил. Объяснять надо кому-то. Вот вы можете эти видео посылать, посылать кому-то. И чтобы не вы с ним спорили. Вот у кого есть друзья, которые такие скептики, вы с ними не спорьте. А вы просто им посылайте мои видео. Пускай. Пускай. Может, они где-то услышат вот эту вещь. Они услышат, поймут, почитают Натана Авиэзера книжку. То есть, тот, кто слышит вот это вот поучение, он становится умным постепенно. И, возможно, этот грешник-стептик, если он для себя примет решение, что надо верить в Бога, значит, он тогда будет верить. Но пугать его не получится, потому что он на любые вот эти вот разговоры про ад, он задаст простой вопрос. А кто там был? Ты был там? Не был? Вот и все. И ему ничего доказать через страх нельзя. Понятно? Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Шестой отрывок. Бейт Цадик Хосен Раф. Уветвуат Раша Неакерет. Дальше нас переводят в схему бизнеса. Опять в сферу бизнеса, в сферу жизни. То есть, еще раз, у каждого человека главное, главное в жизни, это его мировоззрение, это его способ мышления. То есть, у каждого без исключения человека есть внутри некая модель мира и модель себя. Все это виртуальная реальность, потому что любая модель отличается от реальности. И вот та модель мира, в которой живет человек, какая бы она ни была, какой бы он ни был умный, профессор, не профессор, это соотношение модели мира и реального мира, это как соотношение рассказа про фейхоа и фейхоа. Только, только если человек рассказывает о фейхоа, которое он никогда не видел, вот это более, более правильное сравнение. То есть, люди, когда говорят, я знаю, как устроен мир, по факту они не просто не знают, они даже близко понятия не имеют, как она вся штука работает. Но у каждого есть модель мира, в которой он живет, и в которой он верит, что действуют определенные правила, определенные законы, что надо делать так, надо делать то, надо делать другое. И у каждого есть модель себя, какой я, как я должен жить, что я должен делать, к чему я стремлюсь, что я хочу, что я не люблю, что я могу, что я не могу, ну и так далее. Теперь Тора, она дает модель божественную, то есть это тоже модель мира. Тора это модель мира, только это модель мира от создателя мира. Тот, кто мир создал, он создатель именно, конструктор, создатель, он передал эту модель и говорит, вот вам наде, изучайте и живите по ней, будет все великолепно, и вы с помощью Торы перейдете в вечную жизнь. Все здесь, все понятно. Теперь, но человек, это вот прям задумка была Бога, очень-очень такая интересная задумка. Вот многие задают вопрос, а зачем все это? Вот зачем человек такой вот, он из мяса, из какой-то он противоречивой вещь, как-то он себя ведет непонятно, зачем все это? Ответ, чтобы было интересно, чтобы была, то есть человек, это ангелы, у них нет свободы выбора, им все понятно, все видно. А человек должен утром, вот он просыпается, у него мысль, надо вставать, а тело не хочет. У него мысль, одна его ведет в одну сторону, а другая в другую. Одно его правило в одну сторону, другое в другую. И вот на вот этом противоречии, если ты выбираешь идти на следующий уровень, то есть выполнять божественную волю, ты получаешь награду. Всем интересно, такая как игра. Теперь в этой игре одним из главных элементов является материальный мир, и каждый из нас постоянно этот материальный мир как бы преобразовывает. Говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, в шестом отрывке притчи, бет цадик Хосен Раф. Значит, дом цадика Хосен Раф, это у него много, как бы хисун есть такая прививка, у него много прочности, он построен на прочном фундаменте. То есть цадик, он, так как он выполняет все по божественной воле, то есть он то, что Бог говорит, делает, делает, то, что говорит, не делает, не делает, к людям хорошо относится, со всеми первыми здоровается, никого не обманывает. Ну, то есть он просто цадик, он защищен со всех сторон выполнением заповеди Торы, то есть мудрость в каждом слове. Помните, мы учили, очень мне запомнился этот отрывок, что мягкий, значит, мягкий ответ, он гасит гнев, например, да, то есть цадик, он говорит мягко, ни с тем не ссорится, ни с тем не воюет. Он так, ну, просто, вообще, улыбается, ну, вообще, просто его жизнь идеал. И поэтому написано, что дом праведника, если он строит свой дом, свою жизнь на основах Торы, то он много прочности, он очень прочный. Дальше продолжение. Убитва троша на Акерет. Но урожай злодея, если он занесет в дом, то этот дом будет выкорчеван с места. Как это так работает? Что значит выкорчеван с места? Например, цадик, он занимается бизнесом, и вот к нему приходит человек и говорит, знаете, я вот, как бы, вот эти деньги, я их украл, но, как бы, может, как-то мы сможем договориться. И цадик думает, так, что же делать? Ладно, украл, цадик говорит, нет, я не хочу с тобой работать, ну, как это можно украсть, все, уходи. А он приходит и говорит, вы знаете, я вот эти деньги не украл, деньги эти мне жена дала. А цадик думает, я же должен думать про человека хорошо, судить каждого ли ка всхуд, то есть, каждого судить с хорошей стороны. Это потория, потория, потория. Теперь, но есть в торе такая очень интересная фраза, мы учили, что взятка ослепляет глаза хохамим. Прямо в торе написано, шохат, как там написано, не помнишь? Шохат иавер эйней хохамим. Он делает слепыми глаза мудрецов. Взятка делает слепыми глаза мудрецов. Теперь получается так, и он думает, ну, это жена ему дала, да, жена ему дала. Ну, ладно, человек выглядит хорошо, да, у меня есть подозрение, что он эти деньги украл, да, у меня есть подозрение, но, как бы, я же должен судить в хорошую сторону, и он уже слепой. То есть, цадик может попасть в ситуацию, когда он, когда он все-таки позволяет занестись урожаю злодея в свой дом. И что тогда? Написано, что одна ложка дегтя может испортить всю бочку меда. И цадика Бог наказывает за нарушение, вот прямо как хута сара, как волос. То есть, если бы это сделал человек, который неправедник, то ему не было бы никаких проблем. Но если это делает человек, который цадик, который духовно прямо идет к Богу, и он делает какие-то вот такие ошибки, то это может выгорчевать весь его дом. Поэтому очень, чем больше человек цадик, тем больше он должен быть осторожный. И второе объяснение на этот отрывок, что это касается не бизнеса, это касается не бизнеса, а это касается мышления в целом. Вот, например, мы утром послушали, послушали мы утром хорошо очень урок Торы, да, послушали, поучились, такое состояние одухотворенное, все отлично. А потом бах, и включили ютюб, ютюбчик включили, и посмотрели какой-то сериал про мафию, про преступников, про каких-то там женщин легкого поведения неправильного и так далее. И все это, все это называется занести урожай злодея в свой дом, и это выкорчевывает, выкорчевывает знание Торы. Смотрите, здесь очень интересная вещь. Что сильнее, добро или зло? Зло сильнее, так сделано в этом мире, что зло сильнее. Если мы возьмем поле, и на этом поле мы засеем какие-то цветочки, красивые цветочки, и просто не будем ничего делать, то сорнятии, они растут сами, вырастут вот такие мощные сорнятии, и ничего не надо делать. Не надо никаких усилий, чтобы росли сорнятии. А чтобы цветочки защитить, нужно, во-первых, цветочки поливать, во-вторых, нужно сорнятии выкорчевывать, нужно там жучков каких-то убирать. Сорнякам все равно, сорнятии, они мощные, сильные, размножаются через ветер, и все. То же самое. Вот это все отвратительное знание, которое, ну вот, высмеивание, цинизм, зло и так далее, оно просто включите любой телеканал, и у вас прямо вот так поток идет, поток зла. Вот, поэтому нам сказали, предупредил нацарь Салмон, что дом цадика, он, в нем много прочности, а урожай злодея выкорчевывает вот это. Все, дорогие друзья, берегите свои головы, берегите себя от плохих, злых людей, потому что, в Пертьевод мы учили, Архек Мишахенра, отдались от плохого соседа, и не соединяйся со злодеем, и не придется отчаиваться от расплаты. То, что добро должно быть с кулаками, есть здесь очень интересная такая, как идея, да? У каждого человека есть своя судьба, у каждого человека есть свои какие-то качества, качества внутренние. Есть люди, которые по качествам, они воины, они воины, и вот они как раз и должны быть добро с кулаками, царь Давид был добро с кулаками. Есть люди, которые реально воины, они будут воевать по-любому. Если человек чувствует в себе, что он вот прям будет воевать, то тогда он идет воевать только со стороны добра, но он должен знать, что в войне всегда есть пострадавшие с двух сторон, и это очень опасный, ну это опасный путь, да. Но опять же, у каждого свой путь, поэтому, кто хочет, чтобы добро было с кулаками, я вас поддерживаю, давайте, я против зла. И я знаю, что на каждого злодея найдется свое добро с кулаками, или же зло, которым зло накажется злом. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.